Здравствуйте! В эфире международные новости. Итоговый выпуск. Сегодня вспоминаем самые яркие события уходящей недели. В Освенциме прошел традиционный ежегодный марш живых. В бывший лагерь смерти приехали более 15 тысяч человек из 40 стран мира. Жертва от первого лица, дочь экс-президента Франции, пожертвовала одежду отца в помощь беженцам. Мальчик с синдромом Дауна утешил Иисуса. Самое трогательное видео этой недели. На этой неделе Израиль отметил День катастрофы и героизма европейского еврейства. Это национальный день траура, учрежденный в Израиле в памяти евреек, уничтоженных нацистами и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто. В этом году День катастрофы пришелся на период заката солнца в среду по вечер четверга. Памятные мероприятия прошли в музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста Ядвашем, где в присутствии руководителей еврейского государства зажгли шесть факелов, символизирующих 6 миллионов евреев. Они погибли в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. Факелы зажгли шесть израильтян, уцелевших в Холокосте. Среди них Равин Мейерлау, 8-летним мальчишкой, он был спасен в лагере Бухенвальд, узником из России Федором Михаличенко. Утром в четверг по всему Израилю прозвучала двухминутная поминальная сирена. На это время Израиль замер. В школах прошли уроки истории Холокоста, по всей стране молодежные патриотические акции. В центре Ядвашем в Иерусалиме состоялась церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто. Традиционно прошла церемония «У каждого человека есть имя», во время которой были зачитаны имена евреев жертв Холокоста. Впервые такую акцию воплотили в 1989 году. В Освенциме прошел традиционный ежегодный марш живых. В день, когда по всему миру вспоминают жертв Холокоста, выжившие в той трагедии приехали в музей Освенцим. Сегодня он символ боли еврейского народа. К свидетелям тех страшных событий присоединились 15 тысяч молодых людей из 40 стран мира. Участие в акции приняли также президент Польши Анджей Дуда и его израильский коллега Рювен Ривлен. Израильский лидер в своем обращении к собравшимся подчеркнул, что евреи благодарны и чтят тех поляков, которые рисковали своими жизнями или даже отдали их ради спасения евреев. Но все же отметил, что в Польше времен Холокоста антисемитизм был очень распространенным явлением. По данным расположенного в Иерусалиме музея Ядвашем, до немецкой оккупации в Польше жили более 3 миллионов евреев. После войны в живых остались менее 400 тысяч. Всего за годы войны от рук нацистов погибли по меньшей мере 6 миллионов евреев. Тем временем террористы ИГИЛ опубликовали серию постеров с угрозами нападений во время чемпионата мира по футболу в России. Организация Сайт, отслеживающая их деятельность в социальных сетях и СМИ, обнаружила рисунки с призывами совершать атаки во время финальной части футбольного первенства мира. Руководитель организации Рита Каца публиковала в своем твиттере несколько постеров из СМИ, связанных с запрещенным исламским государством, в которых содержатся призывы к террористическим атакам в России. На постерах, которые публикуют западные таблоиды, сторонники ИГИЛ изображены на фоне российских стадионов. Авторы рисунков называют президента России Владимира Путина неверным. Также публикуются угрозы суперзвездам мирового футбола, аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Рональду. Потеря исламским государством территории в Ираке и Сирии не означает, что коллективные или одиночные атаки невозможны, считает Рита Каца. В центре Берлина построят храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу. Об этом сообщает сайт проекта House of One. Согласно информации сайта, строительство объединенного храма начнется в 2019 году и по плану продлится два года. Здание будет возведено в самом сердце немецкой столицы, в Рыбацком острове. Основная идея проекта заключается в обмене идеями и мнениями между представителей различных религий. К диалогу приглашают даже атеистов. Такие собрания планируют проводить в центральном зале храма. При этом в здании будут учтены все особенности устройства храмов разных религий, несмотря на то, что они все будут находиться под одной крышей. Так и синагога, и мечеть будут повернуты на восток. Строительство оценивается в 43 миллиона евро. На данный момент с пожертвований собрано 8,5 миллионов, включая 3,5 миллиона от федерального и регионального правительств. Однако лидеры проекта уверены, что для начала строительства будет достаточно и 12 миллионов евро. Наследный принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков. Будущие супруги попросили всех желающих сделать в честь их грядущей свадьбы взнос в один из благотворительных фондов. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Пара выбрала несколько благотворительных организаций, которые занимаются интересными для них вопросами. Речь идет в частности о спорте в качестве инструмента для социальных перемен, расширении прав и возможностей женщин, охране окружающей среды, помощи бездомным людям и борьбе с распространением ВИЧ. Всего в списке 7 благотворительных фондов, однако у будущих молодоженов нет формальных отношений ни с одним из них. Напомню, принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября прошлого года. Свадебная церемония должна пройти 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На торжественное мероприятие приглашены около 600 гостей. Дочь экс-президента Франции Жака Ширака, Клод, пожертвовала старые вещи отца мигрантам, передает РИА Новости. Отмечается, что об этом рассказал фотограф Ян Артюс-Бертран. Зимой, когда во Францию перешли холода, ему позвонила монахиня Мария Жо, которая заботится о мигрантах. Женщина сказала, что у нее нет достаточного количества теплой одежды, чтобы раздать ее подопечным. Мужчина написал фонд Ширака и получил ответ от дочери бывшего президента. Несколько дней спустя сестра Мария Жо и другие волонтеры увидели машину Ширака. На ней привезли старые костюмы и свитеры бывшего лидера, рассказал мужчина. «Я нахожу это восхитительным, что вещи президента будут носить беженцы Порт-де-Ле-Шапель», добавил фотограф. Напомню, Жак Ширак был 22-м президентом Франции. Он провел в Елисейском дворце 12 лет. Таким образом, его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана. Господь использует платформу социальных медиа, доказала Хизер Линдси из Атланты. Она почти 15 лет служит людям в социальных сетях. У нее более 500 тысяч подписчиков в Фейсбук и почти 300 тысяч в Инстаграм. Хизер – жена пастора, мать двоих детей, сейчас она ожидает третьего малыша. Она основала организацию, которая поддерживает женщин и поощряет их почитать Бога всей своей жизнью. Она публикует вдохновляющие цитаты, истории, веры и надежды. Не так давно американка рассказала одну удивительную историю. Хизер ехала домой из магазина и услышала, как Святой Дух сказал, что одна девушка среди подписчиков собирается сделать аборт. «Я хочу», – сказал Дух Святой, – чтобы ты ободрила ее и сказала, что у Бога есть план для ее ребенка. Приехав домой, Хизер выложила несколько видео в защиту нерожденной жизни и начала молиться. Она обратилась к женщинам. «Если это не вы, молитесь, пожалуйста, за эту девушку, чтобы она не боялась и вышла со мной на связь». Спустя час женщина связалась с Хизер, сказав, что не знает, куда обратиться, забеременев от друга. Хизер предложила женщине помолиться вместе, отправила ей по электронной почте несколько мест из Священного Писания. Некоторое время спустя женщина сообщила, что передумала делать аборт. В свою очередь Хизер Линдси решила провести бэби-шаур, где в честь рождения будущего малыша устроит вечеринку и для будущей матери. В интернете широкую популярность набрал видеоролик, в котором мальчик с синдромом Дауна утешает Иисуса. Его посмотрели более 3,5 миллионов человек. Видео перепостили в социальных сетях 83 тысячи раз. В Страстную Пятницу в мексиканском городе Монклово проходила пасхальная реконструкция. Неожиданно к актеру, который исполнял роль Иисуса, идущего на Голгофу, из толпы подошел мальчик и стал утешать его, пытаясь защитить от римских солдат. Выяснилось, что юного защитника зовут Хуан Пабло, у него синдром Дауна. «Что делает ребенок в зеленой футболке на крестном пути в Монклове?» – гласила надпись под видео. Этот мальчик напоминает нам о самой возвышенной любви, милосердии и заботе о других. Его невинность, его переполняющая любовь бросают нам вызов. В последнее время, кстати, ценность жизни детей с синдромом Дауна вызывает жаркие споры. Однако эти простые и прекрасные моменты свидетельствуют о том, что человеческая жизнь – это дар, и он может быть разнообразным. Впереди у нас обзор культурных событий. Их вам озвучит моя коллега Анна Федорова. Здравствуйте к новостям культуры. Печатный станок был изобретен Гутенбергом в 15 веке, и это стало настоящей революцией в книгопечатании. Особое внимание стало уделяться не только содержанию, но и оформлению книг. Чуть позже появилось и совершенно новое явление – живопись переднего края. Впервые такая живопись появилась в 1500-е годы. Такие книги создавал иллюстратор Чезаро Вичелио из Венеции. Чаще всего на переднем крае он рисовал портреты, чтобы увидеть которые нужно было закрыть книгу. Столетия спустя искусство так называемых исчезающих рисунков презентовал английский переплетчик Сэмуэль Мерне. По сути, книга трансформировалась в настоящее произведение искусства. И к 19 веку живопись переднего края завоевала огромную популярность Великобритании. Компания «Эдвардс оф Халифакс», выполнявшая переплеты книг, вняла целый штат художников, которые создавали романтические зарисовки на книгах. Однако были и исключения. Некоторые художники оставляли авторские знаки. Сегодня живопись переднего края – исчезающая форма искусства. Большинство книг с рисунками, которые известны на сегодняшний день, антиквариат, созданы еще до начала 19 века. С другой стороны, есть и отдельные экземпляры, над которыми потрудился и современный мастер Мартин Фрост. Он единственный художник из тех, кто до сих пор не дает угаснуть этому виду живописи. За свою 40-летнюю карьеру он оформил более 3,5 тысяч книг. Российский фильм о восстании заключенных в нацистском лагере смерти Сабибор поможет сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и героизме борцов с нацистами. Цитируют РИА Новости слова спикера израильского парламента Юлия Эдельштейна. Как далее сообщает агентство, картину о подвиге организатора и предводителя восстания советского офицера еврея по национальности Александра Печерского показали в среду одновременно в зданиях Кнессета в Иерусалиме и Совета Федерации в Москве. Восстание в Сабиборе уникально. Тому, что совершил Александр Печерский и его товарищи, вряд ли есть аналог в истории восстаний во время Второй мировой войны. Но восстания были во многих местах. Люди сопротивлялись всеми доступными средствами, используя все свои возможности, отметил Эдельштейн. Показ фильма Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль, состоялся за несколько часов до наступления отмечаемого в Израиле Дня памяти катастрофы и героизма европейского еврейства, когда страна, созданная выжившими, чтит память шести миллионов тех, кто не дожил, погибнув от рук нацистов и их пособников. Прогулки по Луне в высоком разрешении. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства выпустило видеоролик, на котором можно рассмотреть поверхность спутника Земли в мельчайших деталях. Как сообщает портал Культура, видео состоит из снимков, которые 9 лет без устали делал специальный аппарат. Виртуальная экскурсия проходит по хорошо известным лунным достопримечательностям на ближней к нам стороне спутника и по местам, которые видны только из космоса. На этом у меня все. Продолжит выпуск моя коллега Жанна Мамилова. Впереди у нас новости христианского мира. Ну а мы встретимся с вами в эфирах телеканала ТБН. Спасибо, Инесса. Прошедшая неделя запомнилась следующими новостями. Четыре индийских христианина были обвинены в причинении ущерба религиозным чувствам. Джоди Раджапури, Мина Кумари, Махима Кумари и Богадан Судхакар были арестованы в пасхальное воскресенье. Они были освобождены под залог во вторник, через два дня после ареста, передает Седмица. Арест последовал после жалобы группы, связанной с националистическим движением Индии. Лидер индуистской группы сказал, что в процессе из 20-25 человек вошла в район трущоб и попыталась обратить в христианство их жителей. Видео, распространенное в социальных сетях, один из членов церкви, который присутствовал на месте событий, сказал, с разрешения полиции мы провели мирное шествие, пели гимны, распространяя листовки. Давление на христиан в Индии усилилось с момента прихода к власти партии Пхаратия Джаната, которая пропагандирует крайне правую индуистскую националистическую идеологию. Все чаще беженцы в Германии, которым государство отказало в предоставлении убежища, находят защиту в церкви, сообщает христианский портал Виктори. По данным Федерального экуменического ведомства, в марте 2018 года церкви приютили 611 человек, а годом ранее было 511 человек. Всем этим людям было отказано в предоставлении убежища, поэтому инициатива церкви получила острую критику со стороны правительства, поскольку такие действия противоречат закону. Пастор евангелической общины Стефан Зальцман сказал, что речь идет не о легкомысленном пренебрежении законом. По его словам, церковь очень тщательно проверяет каждого беженца, поскольку защита всегда связана с серьезными материально-техническими и финансовыми аспектами. Пастор отметил, что церковный приют предоставляет защиту лишь нуждающимся людям и никогда не станет инструментом для политических целей. Китайские власти запретили продажу библии через интернет-магазины, поскольку такая продажа якобы входит в противоречие с ценностями социализма, пишет Седмица. На днях опубликован программный документ о политике правительства под названием «Стратегия и методы правительства Китая по защите свободы вероисповедания». Но вскоре после его публикации экземпляры Евангелия стали исчезать из розничной торговой интернет-сети. В постановлении указывается, что религиозные общины в Китае должны строго соблюдать правила и места отправления религиозных обрядов, придерживаться главных ценностей социализма, развивать и расширять признанные китайские традиции и активно исследовать религиозные идеи в полном соответствии с национальными задачами Китая. Несмотря на заявления китайских властей о всяческой поддержке религиозных свобод, в действительности правительство годами ведет жестокую борьбу с подпольными молельными домами и христианскими проповедниками. И в частности проводит кампанию сноса крестов с молельных сооружений. Причем кресты сносятся и создание официально разрешенных церквей. 69-летняя христианка, которая живет в пограничном районе Китая, готовит группу северокорейских новообращенных к возвращению в свою страну, чтобы делиться Евангелем. Несмотря на таинственную смерть десяти миссионеров и пасторов на линии фронта вдоль границы, сообщает христианский портал Виктори. Местная христианка проводит уроки по изучению Библии и молитвы в своей квартире и поощряет своих самых надежных новообращенных быть миссионерами в Северной Корее. Десять таких миссионеров и пасторов умерли при загадочных обстоятельствах последние годы. Они были среди тех, кто помогает северокорейским посетителям, предоставляя им жилье и места для укрытия. Это не менее опасно для корейско-китайской женщины, которая знает, что за ней наблюдают как северокорейские, так и китайские власти. Последние два десятилетия она служит жителям Северной Кореи. «Я всегда молюсь, и я с Богом, поэтому я не беспокоюсь», — сказала она. «Давай в отрыв» — эта фраза стала слоганом конференции для молодежи. Где можно провести время весело и с пользой, узнаете в следующем репортаже. Вчера состоялось открытие одного из самых масштабных христианских событий в Санкт-Петербурге. Молодежная христианская конференция «Юз Питер-18» распахнула свои двери для участников. «Я думаю, молодежь сегодня не нуждается в больших трендах. Они все это имеют в миру, но он нуждается опять же к Иисусу Христу. И церковь может предложить, как всегда, Иисуса Христа и Святого Духа, конечно». Перед первым богослужением в холле конференции прошло препати, где разыгрывались призы. Молодость — это время, когда можно быть креативными и неординарными. «В каждое событие, которое будет проходить на этой конференции, мы вкладывали очень много времени, мы продумывали каждую мелочь, чтобы всем все было интересно. И на самом деле я получала только удовольствие от планирования этих событий». Быть христианином не значит вести скучный образ жизни. Участники мероприятия доказали это на своем примере, что было отмечено спикерами конференции. «Когда ты с молодежью, ты всегда заряжаешься. Это все равно, что ты поел молодильных яблочек. Поэтому это всегда новый заряд энергии, это всегда новые какие-то вызовы. Поэтому молодежь всегда подпитывает тебя и помогает двигаться вперед». Мероприятие проходит в Петербурге в третий раз. Конференция этого года ознаменовалась новшествами, которых не было раньше. «Мы запустили такой формат «Толк-маркет». Это когда в кругу ребят, специалист, он может делиться конкретными какими-то жизненными секретами, лайфхаками, вот так вот, близко, на коротке. И в течение 10 минут это происходит, потом меняются они. И я думаю, что это также будет очень полезно для молодежи. Это будет их снаряжать для того, чтобы быть более эффективным и в семье, и в призвании». Организаторы конференции надеются, что именно здесь молодежь сможет получить от Бога мечту, которая изменит жизни многих людей. Анна Федорова, Жанна Мамилова, Егор Козлов. Новости ТБН. Омские евангельские христиане проведут конференцию, на которой расскажут о способах благовестия в тюрьмах в условиях современной действительности, сообщает «Бухнюс». Конференция состоится 28 апреля. В качестве спикеров на встречу приглашены пастор Леонид Семиколенов, миссионер и тюремный служитель Вадим Лю Чун Лин и религиовед Марина Старкова. В июле 2016 года был принят законопроект, согласно которому проповедовать в исправительных учреждениях нельзя. Однако можно делиться собственным свидетельством, но это разовая акция. «Мы создаем общественные организации по ресоциализации заключенных и через это приобретаем заблудших для Христа. Церкви это дает возможность быть эффективной в тюремном служении, а заключенным узнать Христа и изменить свою жизнь», – рассказал пастор Леонид Семиколенов. На этой неделе к нам поступали сюжеты из разных городов, посвященные встрече Воскресения Христова. В Новосибирске верующие организовали театральное представление в честь Пасхи. Подробности в следующем репортаже. Самое лучшее место, где можно узнать, что такое Пасха, – конечно же, церковь. В это утро около тысячи человек собрались вместе, чтобы вспомнить об истинном смысле Пасхи, смерти и воскрешении Иисуса. Уже не первый год театральная студия «Ракурс» поздравляет жителей Новосибирска с праздником Светлой Пасхи. Песни, трогающие до глубины души, авторские театральные постановки, приоткрывающие нам завесу тех событий, которые произошли 2018 лет назад. Все это мог увидеть любой желающий. Благодаря актерам и режиссерам студии многие люди узнали об истине и нашей Пасхе, и Иисусе. Почувствовали его любовь, из-за которой он пошел на крест, и приняли силу, воскресившую его из мертвых. Христос воскрес! По истину воскрес! Спектакль очень понравился, все было душевно, так аж прослезилось. Истории такие хорошие, прям душевные, песни, обстановки. Мне очень понравилось, меня прям коснулось вот эти фрагменты, как они объясняли про Иисуса, все эти картины, видеоролики, прям за душу берет. Этот спектакль очень важен для общества, потому что там раскрываются темы, которые обычно в обществе не поднимаются. А вот здесь как раз-таки они открылись, и люди много нового для себя узнали. Праздничный концерт завершился молитвой обращения и благодарности к Богу, а в фойе гостей ждали приятные подарки и теплое общение за чаем. Пасха это не крашеные яйца или сладкий хлеб. Пасха это Христос, распятый и воскресший. Об этом сегодня говорили в церкви Завета города Новосибирска. Христос воскрес! Татьяна Саватеева, Иван Колесников, специально для ТБН. А верующие Самарской церкви Дом Божий ожидали этот праздник особенным образом. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. В этом году Самарская церковь Дом Божий решила заранее подготовиться к Пасхе. Трехнедельный период ожидания праздника получил название «Салют». Почему «Салют»? Потому что на латинском «салюте» — это спасение. Салют — это прообраз радости, салют — это прообраз победы, торжества. И в данном случае торжества Христа над дьяволом, над смертью. Каждую неделю мы размышляем о каком-то событии или о каком-то важном моменте Пасхи. И вся церковь, все люди, мы читаем Писание, мы молимся, мы постимся. И когда приходит Пасха, для нас это очень значимо, очень важно. Потому что за это время предпасхальных размышлений Бог открыл нам очень важные вещи. Символом новой традиции стал терновый венец и вплетенные в него цветы. Белый означает чистоту и святость, призыв к примирению с Богом. Голубой — наш отклик на этот призыв, стремление в небеса. А красный цвет напоминает о победе Христа. Это сама Пасха, когда смерть проходит мимо тех, кто поверил в искупительную жертву Божьего Сына. Медиагруппа «Дом Божий» специально для ТБН. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте Тройной W. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!